Здравствуйте, друзья! Вы на канале Вера на Маркет. И сегодня мы вам покажем, как с помощью декоративного камня сделать вот такую красоту и сделать ваши изделия более индивидуальными, интересными. Поехали! Для работы нам потребуются силиконовые молды овальненькие, две чаши для смешивания. Мы взяли вот такие камни, самые простые, покупали в Леруа Мерлен. Можно взять любые, помельче, покрупнее по вашему желанию. И, собственно, гипс. Мы работаем со скульптором, вода и диоксид титана. Также шпажки, венчик, укрывной материал обязательно. Для того, чтобы рассчитать, какое количество гипса на данную форму вам потребуется, гипса, воды, пигмента, вы можете перейти на одно из наших предыдущих видео. Ссылочку оставим вверху, и там вы более подробно узнаете все громовки и рецептуры. Ну что, поехали? Мы уже знаем, что объем нашего силиконового молда 166 миллилитров воды. Эти параметры мы забиваем в наш гипсовый калькулятор, и он выдает количество гипса, воды и диоксида титана. Гипса у нас 272 грамма, количество воды 68 грамм, и диоксид титана 14 грамм. Все, приступаем к замешиванию. Нам понадобятся силиконовые чаши. Порядок действий такой, что мы в силиконовую форму заливаем водичку. В чашу. Да. Далее мы добавляем в воду диоксид титана. Почему именно так, тоже смотрите в предыдущих видео, мы рассказали очень подробно. И все тщательно перемешиваем. Все готово. Теперь аккуратненько высыпаем гипс в нашу воду с диоксидом титана. Очень сфуга. Она такая носок и жидкая. Да. Она вроде бы пустая, но она носок и она жидкая кажется. Особенно, когда полностью размешает гипс, вы это увидите. Вручную, сложновато, активненько качаем ручки. Но для этой техники мы специально делаем, остав гипс, чуть-чуть поменьше воды. Теперь мы аккуратненько засыпаем наши камушки. Вообще это нужно было сделать предварительно, но да ладно. Сделали, как уже сказал Олег, смесь погуще, чтобы эффект вот этого декорирования был тоже такой очень интересный. И гипс просто полностью не залил наш декор. Время смеси нам позволяет спокойненько сейчас задекорировать все это. Жидкая смесь здесь не нужна, потому что если мы сделаем очень жидкую смесь камней нашего трубок, их не будет видно. Все. Теперь берем наши стаканчики и заливаем. Аккуратненько, медленной струечкой заливаем наши изделия. Смесь получилась не жидкая, это очень хорошо. Такая, как сметанка. До самой последней капельки. И в конце каждой заливки я говорю, что у нас вообще не остается гипса. Все рассчитано так, чтобы хватило на форму и осталось на емкости, в которой мы, собственно, заливаем, замешиваем наш гипс. Оставляем высыхать. Можем чуть-чуть с одной стороны обстучать, но не стучать там, где декор, потому что он может затонуть. Вот чуть-чуть. У меня декор везде. Декор везде. Поэтому я... Сильно не бою. Потом он тонет и совсем его не будет видно. Да, и оставляем наши подносики подсыхать на 25-30 минут. Пока наши изделия сохнут, хочу попросить вас подписаться на наш канал, поставить лайк обязательно этому видео и писать ваш комментарий. Если у вас есть какие-то вопросы, мы обязательно с радостью на них ответим. Итак, друзья, полчаса уже прошло. Наши гипсовые изделия уже успели подсохнуть. И теперь мы будем производить распалубку. И увидим ту красоту, которая у нас получилась. Аккуратненько отодвигаем те стенки молдов, чтобы ничего нам не сломать. И потихоньку, аккуратненько достаем. У меня был синий декоративный камень. У Анютки был красный. Сейчас покажем. Та-дам! И вот такой вот у нас получилось. Класс! Он так переливается, так блестит. И каждый раз изделия будут получаться разные. Чем гуще будет смесь, тем больше будет видно камушков, как, допустим, здесь. На этом процесс изготовления у нас заканчивается. В следующем видео мы подробно с вами поговорим и расскажем, как правильно обрабатывать изделия. Это будет шкурка, шлифовка, чтобы убрать излишки гипса. Это будет видео о том, как обрабатывать лаком, гидрофобизатором, грунтовкой, что нужно, что не нужно и так далее. Собственно, подготовка уже непосредственно к эксплуатации и продажам. Надеюсь, это видео вам было полезно, интересно. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Пишите ваши комментарии, с радостью все прочтем и ответим. До новых встреч! Пока-пока!